здравствуйте вы на канале самый лучший день с надеждой и сегодня снова посмотрела статистику по своим видео и смотрю лидирует мои жизненные истории мне если честно и самой очень нравится рассказывать жизненные истории делиться своим опытом и я сегодня создала такую интересную обстановку я разожгла камин сегодня за окном очень ветреная такая слякотная погода стоит январь а мы еще не увидели ни одной снежинки и вот в это такой вот промозлый вечер располагает к тому чтобы посидеть по рассуждать я постараюсь как всегда не сутулиться вот и и значит и рассказать вам такую историю как бы это даже не история это будет мои размышления и как правило я свои истории из своей рассказы не готовлю никогда заранее то есть я выбираю какую-то тему а какие слова придут на ум и как я про эту историю буду рассказывать все приходит во время вот этого рассказа и сегодня я листала настольный календарик на работе и мне попалась выражение эмануила канта вот она даже у меня здесь я этот кусочек оторвала календариком и я прочитаю выражение выражение лица постепенно отражается на внутреннем мире человека выражение лица человека постепенно отражается на его внутреннем мире и вот я подумала на самом деле на самом деле это так сколько раз я встречала людей у которых например выражение лица злое и когда начинаешь общаться они на самом деле злые люди и они вот то что они носят снаружи то они на свой внутренний мир эту злобу тоже передают если человек улыбается то и в общении он будет приятен улыбчив и с ним действительно будет комфортно и хорошо и я все время вспоминаю вот свое детство я помню в своем где-то классе восьмом девятом я была ну очень даже десятом классе я была очень гадким утенком я была настолько маленькая настолько не складушечка у меня было совершенно детское выражение лица и детская и детская фигурка и когда у моих одноклассниц уже было все такое округленное интересное красивое женственное у меня было вот такие вот стрички здесь и это такая я уж была ну совершенно несовершенная мне кажется совершенно не вызывала интерес интерес у противоположного пола хотя очень-очень хотелось нравиться и когда у всех были уже какие-то романы с мальчиками я на это даже не могла рассчитывать и я настолько привыкла быть гадким утенком что я поняла что в компании я могу быть вызывать какие-то положительные эмоции если я буду смешливой ну во-первых можно сказать что я люблю быть смешливой и если я в компании в роли клоуна для меня это вызывает вызывает удовольствие я люблю развлекать я люблю чтобы было весело и то есть это вызывает комфорт и как-то я и не заметил то есть прошло время как бы я все равно в свои 20 лет выглядела на лет 15 на такого не сформировавшихся подростка и всегда когда я приходила в какую-нибудь компанию а подружки мои тогда начали выходить активно замуж и я ездила на свадьбу и как бы думаю приходишь вот на свадьбу а там за столом сидят такие уж девушки красивые ну прям красавицы там такие думаю боже куда мне с ними соревноваться и когда мы потом садились за стол знакомились со всеми и я понимала что все внимание у меня и я думаю боже как этот сам какая я ж не складушка что ж на меня внимание обращает думаю нет если он обратил на меня внимание значит он либо на голову больной либо просто поиздеваться надо мной хочет если он поиздеваться хочет вот так я не позволю что это такое а если он настолько дурак что из таких красавиц выбрал меня то зачем мне дурак я я с дураком тоже быть не хочу и я как правило всем отказывала и оставалась и оставалась одна вот и как то и за первый замуж я вот пошла без любви потому что мне казалось мне уже 23 года и все уже замужем и мне уже пора замуж я думаю ладно схожу там ребенка рожу и займусь семьей чтобы мне так хотелось семейного тепла это потом я только поняла что без любви нет ничего нельзя склеить и и побыв пять лет в браке я развелась я сама подала на развод появился мой сын мой сын Женька и знаете мне уже стало не страшно у меня появилась цель ради кого мне стоит жить и я совсем в отношениях как бы мне было все равно обратят на меня внимание не обратят на меня внимание в каких-то компаниях я была смешливой я была сама собой вот и улыбаться мне всегда хочется это мое естественное такое внутренне внутренняя потребность быть открытой миру я даже когда заходила в класс мне дети говорили надежда владимировна вы все время заходите в класс и вы сначала улыбаетесь всем нам а потом начинаете урок то есть улыбка это мое естественное состояние мне всегда хочется улыбаться и знаете мы с детьми абсолютно не конфликтовали я может конфликтовала с начальством потому что я на какие-то забавоны и на какие-то дурацкие заморочки я тоже реагирую я не могу пройти мимо несправедливости вот и вот улыбка она потом стала как бы этой моей визитной карточкой и в любой компании в какой бы я ни была я всегда была в центре внимания это не обязательно личные отношения но даже если женская компания это всегда как-то такой позитив это всегда настрой это всегда приятные эмоции и вот эти приятные эмоции они очень помогают и улыбка на лице она очень помогает как бы в тяжелых жизненных ситуациях умение посмеяться умение где-то ну как-то как-то сказать пошутить над своими недостатками она тоже очень серьезно помогает но еще и заметила в улыбке обязательно надо быть искренним есть люди у которых просто маска одета маска которая улыбается но у них злые глаза такая улыбка конечно она нисколько не помогает нисколько не не налаживает отношения то есть вы должны научиться улыбаться искренне зацепиться каждый раз встречаясь с каким-то человеком или разговаривая вы должны искать что-то положительное в нем и всегда как говорил Никулин у него он очень любил коллекционировать анекдоты кстати Никулин очень сильно похож на моего папу прям вообще повадками на фотке вот я смотрю показываю сейчас фотографии Никулина он с сыном я говорю кто это сын говорит дед маме показывает это Володя я говорю нет это Никулин настолько похожи и вот Никулин он всегда коллекционировал какие-то такие интересные смешные анекдоты так вот может быть даже какой-то конечно остроумный анекдот не пошлый анекдот он поможет разрядить обстановку и поможет наладить общение ну вот сейчас я поправлю дрова в камине немножко и продолжим наш разговор ну что ж про что дальше говорим снова про улыбку ну конечно это мой совет такой улыбаться но если человеку не улыбается ну я не знаю но мне кажется все равно для того чтобы если вот у человека какая-то беда какая-то проблема если он начнет замыкаться в себе и если он начнет вот на лице у него будет выражение лица бесконечно показывать его боль то внутри эта боль потом останется внутри для того чтобы стало легче надо все равно научиться потихонечку улыбаться и научиться замечать что-то приятное что-то красивое и мы тогда мы потом это будем замечать на автомате и видеть это на автомате и это станет нашим нашей внутренней потребностью видеть красивое как-то последние пять лет которые я прожила у меня очень часто они были связаны с больничными палатами и вот когда я приходила в палату где-то на эти две недели хотя там менялись люди когда я выписывалась все время говорили люди как мы у нас будем без тебя Надя и я почувствовала свою потребность в том что я могу каким-то теплым словом какой-то своей улыбкой какой-то своей незатейливой беседой я могу может как-то согреть человеческое человеческую душу согреть человека этим теплом поддержать его и мне настолько захотелось делиться своим теплом вот может быть и для этого я и осталась жива после всех моих перипетий которые со мной случились вот и поэтому я вот создала свой канал и сегодня моему каналу приблизительно сегодня да да может быть на недельку раньше моему каналу год и получается что у меня уже 3200 подписчиков это для меня очень отрадно меня это очень радует и мне люди пишут иногда такие отзывы на мои простые незатейливые душевные видео что если честно у меня самой текут слезы правда потому что я вызвала какие-то позитивные эмоции у них а они отдали мне свои позитивные эмоции и получается у нас произошел обмен добром и это очень радует это очень меня как бы подпитывает положительным чем-то положительным и мне все больше и больше хочется вот таких каких-то душевных видео может быть они и не пользуются особо спросом может на них не столько много просмотров но если даже хоть одному человечку они помогали помогли скоротать скучный вечер если даже хоть одному человечку от моего видео стало теплее в доме я буду очень рада я буду очень рада и я буду рада что я поделилась этим теплом и на своем канале я конечно буду рассказывать про растения потому что у меня много опыта мне еще надо его много много о чем рассказать и если по комнатным растениям я в этом году я первооткрыватель я никогда не занималась комнатными там растениями уличными растениями такими как ну цветой цветущими там например там петуниями и там яранью то по хвойникам я ас и там да там будет интересная и полезная информация и даже подскажу как организовать бизнес но больше всего мне хочется записывать для вас разговорное видео чтоб в каждом видео было о чем-то поговорить по душам потому что вы мои я не знаю я посмотрела у меня уже 15 процентов смотрят мужчины если раньше меня смотрели только женщины то теперь уже мужчины то есть вы мои друзья и подружки и мне очень хочется быть с вами искренней искренней и рассказывать всякие жизненные истории и вот завтра я вам расскажу снова жизненную историю она конечно немножко печальная но она будет очень очень поучительная поэтому ждите моего следующего видео вот а теперь видите мой комент догорает я немножко согрела вас теплом камина пока я с вами попрощаюсь до свидания подписывайтесь на мой канал мы будем с вами общаться всем тепла добра любви до свидания это в это очень а что вы это